Полное закрытие ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов и магазинов одежды. К таким последствиям для малого бизнеса может привести пандемия коронавируса. В связи с режимом самоизоляции многие предприниматели нашего города были вынуждены прекратить работу. Елена Ищук в парикмахерском бизнесе уже 18-й год. Шесть лет назад женщина с нуля открыла имидж-студию и вложила много средств и сил для ее развития. Мастера работают по записи на месяц вперед, на два месяца вперед. И сейчас, с 28-го числа, в этом салоне никто не работает. Очень много звонков всем моим коллегам по городу. Все просят возвести красоту на место и поэтому просят взять их подпольно как-то, на дому прийти, покрасить, подстричь. То есть, ну, эта ситуация, конечно, очень трудная для нас. Все сбережения владелица студии потратила в марте на оплату налогов, коммунальных услуг, пожарной охраны и расходных материалов. Женщина обращалась за помощью в региональные органы власти, в Центр поддержки предпринимательства Сарова. Девочки очень хорошо работают, отвечают на звонки, они делают все, что могут. Ну, чем они могут помочь? Они же не могут дать нам денег своего кармана. И у нас, к сожалению, может быть, нет профсоюза парикмахеров, хотя есть союз парикмахеров и косметологов России. На региональном уровне готовы оказать помощь в компенсации затрат на оплату труда работников. Она определяется из расчета 13 942 рубля 53 копейки в месяц в отношении не более 50% численности сотрудников. Для получения средств они должны выполнять социально значимые общественные работы в объеме не менее 20 часов в неделю. В случае, если согласие на выполнение работ предоставлено не всеми сотрудниками, сумма финансовой помощи пропорционально уменьшается. Не все владельцы бизнеса готовы принять такие предложения по поддержке. Чтобы содержать своих сотрудников, мы должны будем выйти на социально значимые работы, рискуя здоровьем своих сотрудников, своим собственным здоровьем. То есть, да, если ковид такой страшный, то зачем вы гоняете нас на улицу? С такими сложностями сталкиваются предприниматели по всей стране. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать программу дополнительной поддержки бизнеса. Уже предложено выделять средства на оплату коммунальных услуг в размере 100% от минимальных затрат потребления. Банки обязаны предоставить беспроцентные займы для предпринимателей на выплату зарплат сотрудникам.